Доброе время суток, дамы и господа. Не очень свежий после 11 часов стрима, но полный мыслей и идеей о том, с чем можно с вами поделиться. Я хочу рассказать вам о том, как произошли мутации из нашего вчерашнего 50-ти миллионного бинга в бинга, который дамажит немножко, ни много ни мало после всех преобразований, аж вот как-то вот так. Что же произошло, спросите вы, что настолько сильно повысило ДПС, а произошло следующее. Вот. Причиной этому всего послужила такая вот палочка, которая у меня скрафтилась, пока я делал себе, собственно, очередную итерацию своего гира. Вот это навело меня на мысль, да и всякие говорили об этом на самом деле, что Spell Burst, Серёг говорит, ебёт. Вот и я всем поверил и решил попробовать. Соответственно, данная версия билда содержит в себе изменения в виде смены богов на Goddess of Knowledge и Магистра для того, чтобы разгонять Spell Burst. То есть, в их деревьях мы берём максимальный Spell Burst. Вот и я в своём случае не беру, расскажу, почему потом генерацию этого Spell Burst. В Магистре мы берём синергию с нашим касс-спидом ещё больше. Соответственно, здесь мы, помимо того, что получаем от этого КДР, будем набирать ещё и Spell Burst Recovery Speed. Здесь же берётся плюс один максимальный Spell Burst. В общем, всё очень хорошо синергирует между собой. И из-за того, что у первой пассивки нету альтернатив в данном билде, мы меняем Agility Blessing на Focus Blessing, получая за это очень много Double Damage и Additional Spell Damage. Это, собственно, все изменения, которые произошли с персонажем в плане дерева. Warlock остался совсем тем же самым. Есть, конечно, некоторые оговорки в виде ES билда, в который я пытаюсь переодеваться в данный момент. У меня не хватает на это пока что валюты. И сильно останавливаться на проходном варианте я, наверное, не буду. Хочу заметить лишь то, что я переодевался и выжил полтора миллиарда в своём вчерашнем сетапе, не меняя шапку, не меняя пояс, поменяв лишь одну ванду. И, по-моему, кольца. Но кольца также можно оставить время на какие-нибудь. Главный мод, который нам понадобится на кольце, это генерация Focus Blessing в прикрите, потому что никакой и другой генерации мы брать нигде не можем. По крайней мере, я её не нашёл. Вот. Что касается, собственно, дерева. Дерево нового бога. Я здесь ничего не менял. Всё. Также два курса. Хотя их надо менять, потому что не хватает гемов. Вот. В табличках, желательно, с каким-нибудь полезным вторым статом, которым является у меня Critical Damage за каждый спелл. Уж не знаю, насколько считает игра нашей мины брошенными спеллами, но этот мод даёт довольно-таки много. Вот. И плюс максимальный спеллбёрст, который разгоняет наш урон. Количество спеллбёрстов, которых желательно набрать, это 5. 5 для дальнейшей синергии с шапкой, которая даёт максимальное количество additional damage для спеллбёрстов в размере 5 стаков. То есть можно набрать 6 с помощью амулета. Ну и лично я пока что этого не делал, остановился на 5, так как средства на апгрейды у меня на сегодня закончились. Так как я уже потихоньку переодеваюсь в версию лоу-лайфа, используя Light Hunter Belt, я использую Precise Energy Fortress. Если вы не переодеваетесь ни во что, вам обязательно не надо иметь эти ауры. Вот. Взял Precise Elemental Resistance для того, чтобы закрыть Elemental Rises, потому что как-то со шматом у меня не очень, крафтится всё хреново. В Main Fireball поменял Faster Projectiles на Efficient Cast и, соответственно, добавил Spell Burst, потому что он даёт куда больший прирост ДПСа, чем наш предыдущий гем. Это 74 мора. И вот тут закрадывается один непонятный момент. Игра, непонятно каким макаром, перемножает какие-то эффективные бонусы к Spell Burst Damage. Почему сетап имеет настолько хороший урон? Потому что, снимая буквально один бонус на 20% additional Spell Burst Damage, мы теряем по какой-то причине его 80%. Я так и не узнал, почему. В общем, гоним максимальное количество Spell Burst Damage и радуемся, что у нас есть охрененный билд, который пока что поломанный. Уж не знаю, починит его или нет. Будем надеяться, что ничего чинить не будут и всё так же и задумывалось. По поводу работы механики вообще нашего билда. Изначально я думал, что мина, которая будет запущена с помощью нашего персонажа, будет оставаться на земле и несколько раз кастовать наш Spell. Всё работает вот так, как мы не думали в этот раз. В этот раз мои ожидания не оправдались, но не оправдались в лучшую сторону, потому что, кидая мины, персонаж бурстит всем стакам мин, которые мы набрали. То есть, пятью штуками, три, четыре или пять раз, сколько мы, собственно, набрали. Кидая количество спеллберстов, помноженное на количество наших мин, столько стаков мин. Соответственно, все детонируют, как только приземляются, нанося просто чудовищный урон. В общем, просто дичь. Не знаю, так работать не должно, но пока что оно работает и этим надо пользоваться, потому что мне это всё очень нравится. По поводу дальнейшего апгрейда вещей. Так как мы больше не используем Agility Blessing, лично я перешёл на использование Focus Blessing, купив себе довольно-таки дешёвые кольца, буквально там за несколько десятков фе каждые, на спеллдэмэдж, софокус блессинги, генерацию фокус блессингов, критдэмэдж под фокус блессингами и вот подобная тема. До этого я бегал, абсолютно не меняя никакого шмота, за исключением вандов, но в билде есть один большой-большой минус. Магистр абсолютно не даёт никаких поинтов на хп. Здесь есть Energy Shield, здесь есть Defense, здесь есть всё угодно, кроме лайфа. Соответственно, с лайфом в Godess of Knowledge и в Warlock'е мы имеем крайне небольшой пул нашего хп. Соответственно, это надо как-то фиксить, и первой идеей, которая у меня появилась, это уход в Love Life, потому что пояс Infinity теперь в билде не используется, его просто удалили. Вот, это конвертить часть нашего лайфа в Energy Shield, брать Lighthunter с Коррабтом на Ричардж и на Вендерджи Шилда. Вот, в зависимости от того, сколько нам его просадили, и получать ещё 2,20 с лишним Морспелл Дэмэджа на Лоу Лайфе. Что делает билд ещё более живучим. Я умудрялся стоять в Триал оф Майти, просто нажимая кнопку на реген моего Шилда, одев этот пояс. Шапка Сёрженка Испирейшн, переработанная в этом сезоне, даёт нам неплохое количество Energy Shield в своей базе, десятку маны, всё хорошо, позволяет с определённой вероятностью возвращать стаки спеллберста, когда вы используете скил. Это не очень хорошо работает, но позволяет скинуть местами какие-то поинты на генерацию спеллберстов. И самый важный стат на ней – это 5% additional damage за каждый спеллберст. И вот именно про неё я раньше говорил, что нам нужно как минимум 5 стаков, чтобы шапка работала полностью. Плюс один саппорт гемов – отлично, это даёт целый вагон урона. Но даунсайдом шапки является то, что вы тратите 50% текущей маны, когда активируете спеллберст, что накладывает на нас некоторые необходимости иметь этот ман-реген в каких-то увеличенных количествах. И лично я поконтрил это восстановлением, точнее имплиситом на варежках, который восстанавливает нам 4% маны. Так как шапка жрёт у нас 50% текущей маны, соответственно, если у нас незарезервленные маны, как в моём случае, 180, то она будет жрать 90. Вы можете даже увидеть это. То варежка восстанавливает 4% максимальной маны. Если посчитать всю мою ману, которая у меня 1028, то варежка восстанавливает мне 41 ману. Вот. Что очень сильно упрощает нам сустейн. Маны с нашей шапкой. Дальнейшие мои апгрейды будут замена амулета на спеллбёрстовый амулет, замена чиста на энерджи-шилдовый амулет, замена ботинок на какие-то тоже более энерджи-шилдовые ботинки, и разгон щита порядка 1000, наверное, до 6. Вот. И, соответственно, в планах, так как у нас имеется КДР, сделать билд более живучим посредством добавления в сетап автодефенса, который будет кастовать некоторые наши заклинания. От второй курса я буду отказываться, из-за этого у нас появится лишний линк здесь. Есть пара лишних линков здесь и здесь. Соответственно, я думаю, что у меня получится как-то распихать ауры и взять себе автодефенс сетап хотя бы с айс-шилдом, а может быть и с Мортал Колом будем смотреть пока что. Да, для этого рановато. Ну и, наверное, всё, с чём я хотел остановиться. Сегодня, в общем, билд мутирует вполне себе удачно. Из 50 миллионов, полтора средних миллиарда за буквально сутки. Это, по-моему, успех. Не знаю, будут ли его фиксить или нет, но я пока что буду оставаться играть в этом билде и, несмотря на то, что пытался тут весь вечер фармить, хотел бы добить сотку, потому что четвёртый или пятый день уже лиги, я, если честно, немножко запутался во времени, а я всё ещё не прокачался. И это меня очень калит, когда я получаю экспу и её трачу. Так что в ближайшие дни, наверное, будут какие-то кач-стримы без особо сильного фарма. В общем, ну, пока что я ещё не особо знаю о своих планах. Заходите на стрим, следите за всеми штуками, которые там происходят. Не забывайте, что сытый стример делает контента на порядок больше, соответственно, не ссыте подписываться на бусти или поддерживать меня любыми другими способами материальными. Я взамен буду делать какой-то контент. Всего самого наилучшего. С вами был Антоп. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!